Ну, мы опять видим 12 деревьев. Продолжается. Управа. Документы где? Куда пошел? Документы где? Документы где? Там тополя. Это не тополь. Это не тополь. Давайте, покажите мне документы. Я буду снимать, потому что ты сейчас идешь на нарушение. У тебя нет других деревьев, кроют тополей. Вот смотрите, идет конкретно нарушение. Клен. Уничтожение клена. Это клен, посмотрите. Прекращали работу, порубочных билетов нету. Нету порубочных билетов, я говорю. Нету порубочных билетов, я уверен на 100%. Пили дальше, пили. Не пили, я здесь встану. Вот пили теперь на здоровье. Пили. А у того не слушай, вообще урода. Покажи мне порубочный билет. На основании чего вы рубите это дерево? Давай. Давай вызывай. Сначала документы покажи на это. Документы покажите на вырубку этого дерева. Это на вас надо вызывать полицию. Я смотрел все порубочные билеты. Нету там нигде клена. Ладно. Только тополя. Что с дела такие? Петлана Юрьевна, где у нас порубочный билет? Он говорит нету. Что? Где, где? Именно на клен, не на тополь. Какое предписание? Какое предписание? На удаление аварийного дерева. Подождите секундочку. А что значит предписание? Значит уже теперь деревья. Только предписание можно удалять? И по порубочному. По порубочному. Как аварийный билет. Подождите секундочку. А кто посчитал ты аварийным билетом? Ой, аварийным деревом. У него трещина. Я справлялась в департамент. А вот тот вот мы удалили, там дерево. Там оно даже трещины внутри было очень хорошее. Тополь. Документов нету. Есть. Ну где? Покажите. Покажите мне, что есть тополь. Что именно это клен надо удалять. Не тополь, клен. Улица Кравченко, дом 10. Клен, не тополь. Напротив. Десятый дом вызывай. Ну вот предписание, а к нему есть где? Нет, ну а... Подождите, вы мне сейчас фотографию показываете. А где натуральность? Предписание чего? Нет, нет, где здесь указано чего? Читаете. Ну, читаю. Вид работы, вырубка, соответствие правилам, тут, 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 тут. Вот предписание, вырубка, одно дерево. Какое? Есть перечетка, есть схема. И где? Нет, подождите, а где перечетка? Какое дерево? Покажите мне следующую страницу. Нет, мне только вот эту страницу. Нет, ну а где там написано, что там клен, именно клен. Я видел везде, только тополя. Вы в порубочных. В порубочных я везде видел одни тополя. А это не порубочные. Я еще раз говорю, видел одни тополя. Бакунину дофига, он хоть все деревья хочет вырубить, понимаете? Вы меня слышите? Он враг народа, его уволят скоро. Вы меня слышите? Вы вопрос... Ты что ли уволишь? Мы уволим. Вы вопрос... Как мы? Валерий Николаевич, подождите. Мы уволим. Вы вопрос задаете, ответ вас не интересует. Вам просто для того, чтобы выложить на Facebook, какой я модно... Какой вы монстр по уничтожению деревьев? Вы монстр. Не грамотно. Вы монстр по удалению деревьев, по уничтожению. Ответ вы не слышите. Вам это не нужно. Я слышу, я не слышу ответы, что есть именно клен. Есть. Где? У меня на работе. Нет, а почему? Вы здесь вот сейчас вырубаете, а у вас все документы на работе. Каким образом? Как? Я не понимаю. Ну вы сами создаете ситуацию, чтобы я был популярен. Вы сами создаете эту ситуацию. Было бы... Вот у вас целая куча документов. У них есть предписание. Ну а где? Где у него предписание? Именно на клен. Я не сделала фотографию. То дерево, на которое получено предписание. Все, ему больше ничего не нужно. То есть сейчас, значит, по вашему, значит, сейчас... Значит, сейчас можно чисто под предписание вырубить любые деревья, да? Почему любые? Ну так, любые. Ну как все равно? Только тенок, который оформлен. Вы видите, у него трещина идет по стволу на всю высоту. Вы это видели? Вы это сфотографировали? Вы это засняли? Нет, смотрите, я могу. Вот он. Я все покажу, все расскажу. Но... Должен быть порядок. Должен быть порубочный билет. Должен быть вырубка... Не порубочный, а ты специально. Смотрите. Ну, удаление. Сухое? Сухое. Сухое. Идем дальше к стволу. Сухое. Сухое. Я вижу, вижу. Ближе подходим. Ближе. Да, да, я вижу. Еще ближе. Давайте, давайте. Пускай будет справедливость. Трещина есть. Снимаем. Снимаем. Да, опасное дерево. Ну, а где документы-то? Вот это вот. Это все нужно удалять. Я прошу только об одном. От документов. Документы у меня на работе. А почему они должны быть на работе, когда здесь происходит вырубка? А у них есть копия. Понимаете? Этого достаточно. Ну, копию. Он даже копию не показал. А у него на фотографии есть. Ну, фотографии. Встречатель. Встречатель. Это не проблема. Ну, давай. Это мне только что показали. А где написано плен? Что, это я же вам ничего не показал. Где плен написан? Почитайте там. Нет, там не написано плен. Я уже читал это. Это я уже читал. А где именно такое дерево срубленьки? Веречетки написано. Какое именно? Я не против. Я согласен Светлане Юрьевной. Это сухое дерево. Согласен. У меня, у него нет. У меня. Понимаете? У нас на работе. Ну, чисто документы. Просто. Документы у нас все в порядке. Они у меня на работе. Остальное не переживайте. Лишнего мы ничего не будем. Да, с вас только взять. Он дай ему, он все вырубит. Вы считаете, что это нормальное? Да? Вам не страшно? Ты что, Дак, я с ним пойму? Да, страшно? Нет, это вы со мной как разговариваете. Нормально разговариваете. Как вы со мной разговариваете? А? Страшно. Наталья. Подожди, я понимаю. Подожди секундочку. Короче, я сейчас на Марии Ульянова. Там вырубили еще два... Не вырубили, а вырубили все корни у двух еще деревьев. Там жители позвали. Там ужасно вообще что творится. Короче, мне не показали никакие документы. Дерево сухое. Да, сухое. Но без документов. Все это проделывается. Проделывается это вот, пожалуйста, Валерий Бакурнин. Прошу любить и жаловать. Увы, я тороплюсь на Марии Ульянову. Меня туда вызвали срочно. Вы наши парицы приедете, стоять. Что значит стоять? Вы нам работать запрещали. Что значит стоять? Полиция приедет и спросит, на каком основании вы нам запрещали работать. Кто стоять? Я ваша подчиненная, что ли, стоять? А почему вы нам запретили работать? А потому что у вас нет документов. Вот на это вызвали сейчас полицию. Давайте я сейчас приеду полицию. Давайте, жду полицию. Давайте, никуда не уходим. Мы ждем полицию, убирательство. Вот так вот. Стоять. Стоять. Деловой. Стоять. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Деревья сухие. Субтитры делал DimaTorzok У меня на видео зафиксировано что документы были не предоставлены. Добавил DimaTorzok 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 Все. Проблем нету. Документов нету. Пока все документы, они предоставлены, но упадет на кого-нибудь. Упадет на кого-нибудь. Но мы же предлагали управе и жилищнику предлагали. Давайте проведем совместные рейды по деревьям. Они отмечают хорошие, мы можем с вами пройти, посмотреть. А плохие оставляют. Понимаете? Они специально делают. Вот пойдемте туда даже пройдем, вам сразу же покажу, где есть крестик на хорошем дереве. И рядом же стоит сухостой, на него никто не обращает внимания. Вот так вот это делается, понимаете? Ну, сейчас как-то документы. И тот же вопрос идет, понимаете, вот за восьмым домом. Вырубили просто так, вырубили деревья. Незаконно. Обещали компенсационную посадку, не сделали. Как можно доверять жилищнику? Между 4 и 1 где? Да. Можно ваши данные? Да вы же знаете. Ильин Сергей Борисович. Ильин Сергей Борисович. Порядок такой. Ну да, я знаю. Ильин Сергей Борисович. Число месготраждения? 18-15. Тысяча детей с какой-то. Заглубстилили? Маспо. Порядок чемпионат. мы просто ждем документы я для меня лично чисто документы потому что как получилось там за восьмым домом так не должно получиться понимаете это они свою вину спихнули на подрядчика который ну подрядчик ошибся вырубил не те деревья вот там рубили дерево да как бы я на тоже подошел против документа не все документы показали я вернулся ушел понимаете те документы на месте хотя вырубили очень хорошее дерево понимаете очень хорошее дерево я у меня есть фото и фото фиксации есть все что дерево хорошее что там ни одной гнили нету не было нет сейчас уходит дерево пойдет я не спорю я не спорю я с вами согласен но я за чисто документы в принципе у человека должны быть на месте документы вот есть должно быть три листа понимаете то есть а место расположения дерева какое дерево да как бы и сам порубочный билет или предписание да понимаете вот это должно быть постоянно да и почему у них на месте этого нету даже ксерок полковник я не знаю хотя не знаю что здесь ходят активисты проверяют это они принципиально это не делает понимаете так они постоянно так и делать то есть вот на вот тут а там вот был срубка при принципе показали мне документы я ушел до этого была срубка не было документов и не дали рубине это вместе три-четыре назад понимаете а там тоже самая ситуация ждали голованова пока привезет документы давайте около восьмого дома ну доступны должны быть на местах документы можно подвода ребят ну покажите мне вот именно я вам еще раз говорю там должно быть три диста постоянно должно быть три рубежа по рубочный билет или предписание по этот самый как там звать реестр грубо говоря да как бы и а карта где по какой дерево нас рубить вот и все только всего вот и наша проблема а за это вот тут у них работа задерживается да как бы люди задерживаются и человеку пришлось опять ехать с документами нет но я просто говорю что вот из-за этого происходит а был бы на месте все никаких проблем бы не было никаких документов не было видите и даже бензопила бы завела его а часа не заводится пускай помучаются я к ней не подходил вообще вот я я понимаю что у вас понимаете на самом деле они вас вызвали незаконно потому что я просил только одно документы я понял ну вот я про что и говорю ну вот я обязан реагирует так как я стою в экологическом активе они запрещают сажать деревья а потом приходят штрафы да на это если человек розы посадил розы посадил ему страх пришел но я говорю пуст посадил его ему штраф пришел я скажу так что у меня куда бабушка сажает никто ничего да если кому-то что-то это самое да как вот я сажаю у нас там вот посажем там часливу посадим в сентябре они будут съезжать уже у нас суды час идут сплошные вот суды идут сплошные да как бы и нет там будет возвращаться все на место возвращаться все будет на место вот именно что слава богу мы тогда вчера с вашими тоже разговаривали у магнита я говорю друг друг все бывает может приедет еще кто-нибудь играть не надо вот не надо что ты будешь ты стоят рубля подъеду чтобы Нет, сейчас я его дошла, товарищи данные. Давайте. А ты же сказал, что вы были? Конечно. Бакуин валит, Николаевич. Какие-то проблемы. Дерево сухое, я согласен, что оно может упасть. Оно аварийное, оно опасное. Но, вопрос к этому, почему, когда люди приезжают рубить или косить, или там не знаю, что делать, не берут с собой документы, подтверждающие на вырубку дерево. Это должно быть. Этого нету. И, естественно, никто им не дает рубить. Пока они не привезут документы. Лёд. Сейчас подавлю его. У вас, товарищи, пойдет. Угу. Занили церковь?! С гораздо больше места, конечно. Ставимci万onos wезутour вне бои. Давайте взглянем от него. Прямо ненавидим твоим! Сейчас св 不г на нем! Сегодня собрали це frames попереки на изобнов电ку. ВераPlayerni будет зачастной арминатором, Смотрите, если мы обратим внимание, то дерево это загубили сам жилищник. Видите, 80 сантиметров с одной стороны, а может быть, полметра с другой стороны. Дереву негде было жить, оно подохло, умерло. Да нет, я не думаю, что у асфальта там 4 метра. Нет, должно быть 1,5-2 метра. Что там у него корни? 1,5-2 метра. И этого нету, видите? Здесь ровно 70-80 сантиметров. Это вот, я думаю, что целенаправленно было, подобное дерево. Да, что у него ваше. Вот. А в стороны идет метр? Давайте посчитаем, здесь есть метр? От кроны, в том числе дело, от кроны. А не от... Да, 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 да. Да, да, да. Понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, и что вы, давайте мы поехали. Поехали, во! Поехали! Дай мурат! Дай мурат! Дай сюда! Открой мурат Славаева, пожалуйста. Дай мурат Славаева. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...